Искушенные зрители современного искусства уже не удивляются, когда в одном из павильонов Венецианской биеннале можно обнаружить кинотеатр, а не выставку. Когда музейные залы, вместо того, чтобы пребывать в тишине, наполнены звуками разнообразных музык, что художники играют в кино лучше, чем киноактеры и обращаются с дикими животными лучше, чем дрессировщики. Произведением искусства может быть книжка, когда художники демонстрируют потрясающие навыки общения с дикими животными или замечательное умение владеть своим телом, которым позавидовали бы акробаты и танцоры. Когда художник в собственном фильме играет главную роль и проявляет, например, драматический талант. Когда частью экспозиции художного музея оказываются архитектурные макеты, фарфоровые чашки, стулья и прочие предметы, которые мы относим к дизайну. Вот, собственно говоря, наш курс лекций про то, почему так получилось и как современное искусство взаимодействует с архитектурой, литературой, музыкой, кинематографом, медиа, цирком и прочими смежными областями. Продолжение следует...